Девушки отдыхают У-ху! Да! У-ху! Да! Я ни секунды в ней не сомневался Поздравляю, Сью! Ты установила рекорд школы во всех состязаниях городской спартакиады Спасибо, директор Моррис А завтра на собрании в центре ты получишь специальный кубок лучшему спортсмену среди учащихся Мы с нетерпением ждем твоей речи при вручении Я должна произнести речь? А может, я не подхожу для этой награды? Что это с ней? Мечтаешь о любимом деле? Пусть будутся твои мечты Ну как заранее узнать в мире счастлив, где будешь ты? За бою путь, ты живый, брат, путь Свой маленький зоомагазин За бою путь, ты живый, брат, путь Свой маленький зоомагазин Кому-нибудь удалось связаться с Асью? На звонки не отвечает На СМС тоже У меня то же самое Ну, ей не уйти от нас в школе Ты что, шутишь? Кто-кто, Асью это может А-а-а-а! Ладно, увидимся позже Блайз, отнеси в дневной лагерь сегодняшнюю гостью Нет проблем, миссис Томбли Слушайте все Я создаю новую форму комедии Смейся и нюхай! Например, вот так Что сказала яичница фаршированному яйцу? Я не знаю, что я могу сдать Не будь таким крутым! Ой, ужасно пахнет, ой! Ва-а-а! Пахнет тухлым яйцом! Правда, надо же, я хотела, чтобы крутым Ах, не уверена, что наши насы готовы к твоему новому комедийному стилю, Пеппер Доброе утро! Я принесла сегодняшнюю гостью Пеппер, я думаю, что вы подружитесь Рада с вами познакомиться Я Митси О, какой чудесный дневной лагерь О, Митси, ты буквально глоток свежего воздуха Как приятно Да, тут есть чем улыбнуться Да-да-да, я уже улыбаюсь Может быть, если вам такое нравится Ну, где же Сью? Она придет Простите, я могу открыть шкафчик? Спасибо Видишь, я говорила, она придет Только из-за экзамена по-английскому Сью, почему ты избегаешь нас? И зачем тебе бейсболка, огромные очки и очень большие усы? Я не хочу говорить об этом Я надела это, чтобы директор Моррис не узнал меня А Сью, эта маскировка никого не обманет Ау! К тому же директор Моррис узнает тебя Как только ты выйдешь произносить свою речь Я не могу произносить речь сегодня и никогда Не знаю почему, но я чувствую себя такой счастливой Я тоже Я думаю, что вы реагируете на мой особенный запах Он просто приводит всех в восторг О, Митси, а ты умеешь делать запахи на заказ? Да, конечно Я горжусь тем, что могу создать любой приятный запах Какой кто хочет Тогда, дорогая, как насчет большого поля Усяйного сиренью Берхи Дэйми И Жасмином Ой, как жаль Я думала, вы попросите что-нибудь трудное Аааааааа! Вот это была прогулка! Это просто сказочно! Жасмин! О, орхидей! Я люблю делать всех счастливыми, но сейчас мне нужно немножко отдохнуть. Привет! Ой! Эм, мы тоже хотели бы попросить запах. Да, конечно. Что бы вы хотели? Ну, цветочные поля – это хорошо. Но мы хотели бы что-нибудь для отдыха. Например, пляж. Солёная вода. Свежезажаренный овощной хот-дог. Солнце! Винни, у солнца нет запаха. Ничего, мой дорогой, я понимаю, о чём ты. Мммм, нет ничего лучше запаха вегетарианского хот-дога. Ой, полегче. Эй, отдай! Ах, запах солёного воздуха. Сунил, смотри, что ты наделал. Что ж, вкусных овощей на всех хватит. Эй, а Винни куда делся? О-о-о-о! Да! О-о-о! Запах горячего солнца! Силабунга, парни! Не знаю, чему они так радуются. Ты даже шуток не рассказываешь. Эй! Пусти меня! Сначала ты расскажешь нам, что с тобой. Ах, ну ладно. Я всегда была сильна в спорте, так? Да. Но я совсем не сильна в публичных выступлениях. Я боюсь их. Кажется, это называют гласофобией. Ха-ха-ха! Голософобия! Ха-ха-ха! Какое смешное слово! Ха-ха-ха! Э-э-эм... То есть... Брось, Сью! Разве это так страшно? Ох, это просто ужасно. Я вся цепенею, а голос превращается в ультразвуковой писк. Простите, что разочаровала вас, но я попрошу директора отдать награду кому-нибудь другому. Мы не дадим тебе это сделать! Да, ты заслужила эту награду. Сью, у нас мало времени, но я знаю, что мы доставим тебя туда, где ты произнесёшь отличную речь. Вы сделаете это для меня? Ну, конечно! А-а-а! Меня прекрасно! Всем привет! Хотите услышать мои новые шутки? А-а-а! Эй! Вы вообще видите, что я в комнате? Знаете, вы меня просто бесите! Мне кажется, она... Я могу! Что это? Что это? Ясно! Ницца! Ты должна нам помочь! Э-э! Пожалуйста, скрой ужасный запах, Пеппер! Чем-нибудь приятным! Ваше желание – моё удовольствие! Шоу окончено! Сью, во время обеда мы можем поработать над речью. Так что давай! А-а-а! Ну, была не была. А-а-а! Я хочу поблагодарить моих товарищей по команде, м-м-м, моих... тренеров-родителей и... э-э-э... всех, кто пришёл на Спартакеагу и... 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 все будут смотреть на меня, как смотрят и вы! Я не могу это сделать! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ну, зато мы знаем, что это невоображаемая проблема. Ёш-мангуст и обезьяна входят в кабинет ветеринара. Тот смотрит на них и спрашивает. Это шутка? Хе-хе-хе! Хе-хе! 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 Ай, что толку! Никому не нужны шутки вонючего скунса. Я начинаю чувствовать себя не такой счастливой, как раньше. Да, прошу, давай ещё раз, Митси. Пожалуйста, твои запахи делают нас такими счастливыми, а нам нравится быть счастливыми! Пожалуйста, Митси! Пожалуйста, Митси уже чувствуешь себя на разном в минуту. Ох, какое наслаждение! О, как это называется, Митси? Как персик Джорджии, конечно. О-о-о! Пепсик Джорджии! Я называю это дешёвым трюком и позором для скунсов. Сью, у меня есть идея, и она может помочь. Я ужасно боялась Моны от им, пока папа не научил меня простому трюку. И какому? Я представила Мону в костюме лося. Это было так нелепо, что я больше не боялась её. Придумай всё, что хочешь. Представь, что все похожи на клоунов, если поможет. Да, посмотри в окно и представь, что все там похожи на клоунов. Что с тобой? Я бо-бо-бо-бо-бо-боюсь клоунов! Спасибо, что делаешь нас счастливыми, Митси. Мы видим и чувствуем, как тебе приятно это делать. Мы счастливы! Я не могу нюхать! Ой, видеть это больше! Здравствуй, Пеппер. Я хотела сказать тебе, как скунс к кунсу, что я завидую тебе. Что? С чего тебе завидовать мне? Понимаешь, Пеппер, дорогая... Митси, мы хотим ещё приятный запах! Мы хотим ещё! Мы хотим ещё! Мы хотим ещё! Вот, почему я завидую тебе, Пеппер. Мне приходится всё время делать то, чем я славлюсь. Создавать приятные запахи по заказу. Ох, ты и петь умеешь! Каждый сразу чует, что рядом скунс. Можно нас унюхать за версту. Это точно подружка. Но даже в буре чувств, будь то страх или грусть, Мой дух не вызывает дурноту. Ну нет, это неправильно. Так непросто каждый день. Нюхничей не оскорблять. Да, это уж точно. Приятный носу аромат. Судьбою суждено мне источать. Скунс это скунс, может пахнуть как хочет. Это здравый смысл! Он имеет право вонять. Скунс это скунс, но попробуй, как я. Хочу хорошим скунсом стать. Скунс это скунс может пахнуть как хочет. Он имеет право вонять. Да, давай, вложи в это весь хвост! Скунс это скунс, но попробуй, как я. Хочу хорошим скунсом стать. Хочу хорошим скунсом стать. Ты должна показывать свои настоящие чувства! Я никогда так не смогу! Почему? Пэпер, если бы ты знала все остальное... Митти! Сью, вот. Я сделала запись, как я читаю твою речь. Слушай ее остаток классного часа и следи за модуляцией моего голоса. Как это поможет мне? Представь, что ты имитируешь меня. Мне все равно, когда люди меня слушают. Так представь, что они слышат мой голос, а не твой. Эй, это может сработать. Будем надеяться. Митти, дорогая, а ты могла бы сделать запах в красках? Например, синий-зеленый запах. А, я хотел бы светлый-голубой. Не цвета яйца малины в келе неба, а светлый-голубой. А бежевый? Мне всегда было интересно, как пахнет бежевый. Ну, я никогда не пробовала делать цветные запахи, но посмотрим. Вы приводите меня в бешенство! Вы не видите, что Митти нужен отдых? Она измотана! Ну и ну, Пеппер. И как же ты все это делаешь? Ну, вообще-то я ничего не делаю. Это просто мои эмоции. Митти, ты никогда не издавала неприятный запах, потому что тебе грустно, или ты поранила лапу, или просто не была счастлива. Конечно, нет. Но, если бы я могла, может, меня не просили бы все время создавать приятные запахи. Кажется, я наконец готова полностью испытать эмоции скунса. Тогда ты должна сделать вот что. Ну, Сью, собрание вот-вот начнется. Ты готова? Да. Я слушала твою запись снова и снова и уверена, что смогу. Хотите, покажу. Хочу поблагодарить моих товарищей по команде, моих тренеров, родителей и всех тех, кто пришел. А теперь прошу всех занять места. Я хотел бы начать наше особенное соврание. Я не могу этого сделать! Жаль, что Сью не выступает перед публикой так же, как бегает. Точно! Вы идите в зал, а я сейчас приведу Сью. Ты сможешь это сделать, Митси? Ну, я попробую. Отлично! Помни, что я тебе говорила. Следуй за своими чувствами. Да, за чувствами. Митси, милая, прежде чем нас так грубо прервали, ты работала с цветами. Я хотела бы понюхать яркий фисташковый. Конечно. Я так люблю доставлять вам радость. Эээ, Митси, ты уверена, что действительно хочешь этого? Ну, нет. Собственно говоря, я не хочу этого делать. Я совершенно измотана. И я объявляю перерыв. Ой. Я делаю это. Я делаю себя счастливой. Прежде чем мы начнем, я хотел бы... Папа... Интересно, как Блайз уговорит Сью? Ей понадобится чудо. Сью, что ты здесь делаешь? Сейчас должна быть твоя речь. Блайз, как я могу произносить речь после того, что случилось? Ладно, я задам тебе вопрос. Когда ты чувствуешь себя уверенно? Это легко. Когда бегу, я чувствую себя непобедимой. Это ты и будешь делать сейчас. Бежать. Отличная мысль. Пока. Нет. Ты будешь произносить речь. Идем. Прости, что мы так увлеклись, Митцы. Но твои удивительные запахи делали нас такими счастливыми. Мы не знали, что это делает тебя несчастливой. Ничего, Рассел. Как вы могли знать? Оказывается, я была не в ладу со своими эмоциями. От этой мысли мне становится грустно. Ой. Вот опять. Правда, замечательно? О, это великолепно. Поздравляю тебя, дорогая Митцы. Ты расширила репертуар запахов и получила полный, более естественный спектр своих эмоций. О, я теперь так счастлива. Так вот, что это значит быть скунсом. Ух ты, отличный запах, Митцы. Как розовый сад. Не слишком сладкий? Нет. Ему нужна только нотка перечной мяты. Митцы, если ты когда-нибудь вернёшься к нам, мы обещаем не злоупотреблять твоими способностями. Не беспокойтесь. Я позабочусь об этом. А теперь, ученики и учителя, момент, которого мы все ждали. Встречайте спортивную звезду нашей школы. Единственная и неповторимая. Сью Баттерсон. Хочу поблагодарить моих товарищей по команде, моих тренеров, родителей и всех тех, кто пришёл на Спартакеаду. Огромная благодарность Джасперу и Янгми. И особенно Блайз, которые помогли мне произнести эту речь. С такими друзьями как можно проиграть. Спасибо всем! Аплодисменты Сью, нашей лучшей спортсменке среди учащихся города. Огромная благодарность Джасперу и Янгми. Субтитры создавал DimaTorzok Можешь сказать это снова. Озвучено студией СВДУБЛЬ по заказу ВГТРК в 2016 году. Субтитры создавал DimaTorzok